Беседа на слова апостола, и не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Римлянам 5.3. Трудно земледельцу запрягать волов и влочить плуг, проводить борозу, бросать семена, переносить непогоду, терпеть холод, вырывать ров, отстранять избыток воды, наплывающей на семена, возвышать берега рек и посреди нивы проводить глубочайшие борозы. Но эти труды, производящие утомление, делаются легкими и удобными, когда земледелец представляет в будущем цветущую жатву, изощренный серб, губно, наполненное снопами, и зрелые плоды, привозимые домой с великой радостью. Так и кормчий смело вступает в свирепые волны, часто презирает и непогоду, и ярящееся море, и непостоянные ветры. Решается переносить и морские бури, и длинные переходы, когда представляет груды товара, и пристани плавания, и видит происходящее от того неисчастливое богатство. Так и воин переносит раны, принимает облака стрел, терпит и голод, и холод, и продолжительные путешествия, и опасности в сражении, представляя приобретаемые таким образом трофеи, победы и венцы. Но для чего я упомянул об этом, или что значит эти примеры? Я хочу через это предложить вам увещание к слушанию и побуждению к подвигам добродетели. Если каждый из упомянутых трудно и считает легким в надежде на будущее, и при том на такое, которое, если кто из них и в состоянии будет достигнуть, прекращается с настоящей жизнью, то гораздо более вам должно прилежать к слушанию духовного учения и мужественно переносить борьбу и подвиги для вечной жизни. При том те надеются на временные, неверные блага, и часто оставаясь при одном ожидании благ, они так и оканчивают жизнь, услаждаясь надеждами, а на самом деле не достигая ожидаемого, и между тем испытывая для них тягчайшие бедствия. Так, например, земледелец после многих своих трудов и усилий, часто в то самое время, когда он изощряет серп и готовится к жатве, от происшедшего в хлебе повреждения, или от множества саранчи, или от чрезмерных дождей, или от какого-нибудь другого бедствия, происшедшего от неблагоприятной погоды, уходит домой с пустыми руками, перенесший всякие труды, но не получив ожидаемых плодов. Подобным образом и кормчий, радующийся множеству товаров, с великим удовольствием поднимавший паруса и проплывший многие моря, часто при самом устье пристани, ударившись о встретившуюся скалу или подводный камень, и какой-нибудь утес, или подвергшись другому какому-нибудь подобному неожиданному обстоятельству, теряет весь товар и едва успевает спасти обнаженное тело свое после бесчисленных опасностей. Так и воин, бывший на многих сражениях, отражавший противников и побеждавший врагов, иногда при самом ожидании победы, теряет жизнь, не получив совершенно никакой пользы от трудов и опасностей. Но наши дела не таковы. У нас надежды вечные, неизменные, твердые и непрекращающиеся с этой временной жизнью, а имеющие в виду жизнь нетленную, блаженную и вечную, и не только не изменяющиеся от неблагоприятной погоды и неожиданных обстоятельств, но неразрушимые и самою смертью. От этих же надежд можно видеть плоды блестающие и в самых случайных обстоятельствах, и обильное и великое воздаяние. Поэтому Павел и взывал, и не с ним только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Не будем у Вещеваева составлять эти слова без внимания. Но если речь привела нас опять, не зная каким образом, к пристани прекрасного кормчего Павла, то займемся его изречением, хотя кратким, но научающим нас великому любомудрию. Что же значит эти слова? И что внушает он нам, когда говорит, и не только этим, но хвалимся и скорбями? Если угодно, обратим речь к учениям немного выше. И мы увидим весьма ясно силу мысли, здесь сообщаемую нам. Пусть же никто не утомляется телом, но пусть вместо росы будет желание духовного слушания. Так у нас речь о скорби, желании вечных благ, терпении и воздаянии за это тем, которые не пали. Что же значит не только? Кто сказал это, тот выражает, что он говорил нам о многих других предшествовавших благах, которым прибавляет и это благо от скорби. Поэтому он и говорит, не только этим, но хвалимся и скорбями. Чтобы сказанное было яснее, потерпите краткое время, пока мы будем вести речь о предмете отдаленнейшем. Когда апостолы возвещали божественные учения и ходили по всей вселенной, сея слово благочестия и сторгая заблуждения с корнем, разрушая отцовские установления нечестивых, истребляя всякое беззаконие, очищая землю, повелевая отстать от идолов, их храмов, жертвенников, торжеств и обрядов, а признавать одного единственного Бога всех и питать надежды на будущее. Говорили об отце и сыне и святом духе, любомудрствовали в воскресенье и беседовали о царстве небесном. Тогда из-за этого загорелась война жестокая и убийственнейшая из всех войн. Все исполнилось беспокойство, смятение и тревоги. Все города и всякий народ и домы, и обитаемые и необитаемые страны, так как древние обычаи были потрясаемы. Столько господствовавшие предрассудки неспровергаемы. И новые вводимые догматы, о которых никто никогда не слыхал. Против этого гневались цари, негодовали начальники, возмущались простые люди, волновались площади, свирепствовали судилища, обнажались мечи, заготовлялись оружие, грозили законы. От этого поднимались наказания, мучения, угрозы. И все, что у людей считается страшным. Как бывает на море, когда оно бушует и производит ужасные кораблекрушения. Нисколько не лучше того было тогда и состояние вселенной. Отец отказывался от сына за его благочестие. Невестка ссорилась со свекровью. Братья отделялись друг от друга. Господа свирепствовали против слуг. Как бы самая природа восстала против себя самой. Не только междоусобная, но и междукровная война происходила в каждом доме. Слово, проходя подобно мечу и отделяя больное от здорового, производило везде великое смущение и состязание. И подавало повод везде появляться враждей и нападениям на верующих. Отсюда одни были отводимы в темницы. Другие судилища, третий на путь, ведущий к смерти. У одних были отбираемы имущества. Другие часто лишались и отечества, и самой жизни. И со всех сторон падали на них бедствия, как проливные дожди. Внутри борьба от вне опасности, от друзей, от чужих, от самых соединенных друг с другом природою. Все это видел блаженный Павел, наставник вселенной, учитель небесных догматов. И так как бедствия были под руками и совершались перед глазами, а блага были только в надеждах и обетованиях, то есть автво небесное воскресение и получение тех благ, которые превышают всякий ум и всякое слово. Печи же, сковороды, мечи, наказания, всякого рода мучений и смерти были не в надеждах, а на опыте. И при том люди, имевшие вступать в такие подвиги, еще недавно были обращены к вере от жертвенников, идолов, роскоши, невоздержания и пьянства, еще не привыкли представлять ничего высокого о вечной жизни, но были склонны более к благам настоящим. Так что естественно было, что многие из них предавались малодушию среди ежедневных мучений, ослабевали и отпадали. То посмотри, что делает причастник неизреченных тайн и внемли мудрости Павла. Он часто беседует с ними о будущем, поставляет на вид награды, показывает венцы, ободряя их и утешая надеждами вечных благ. И что он говорит? Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Римлянам 8, 18. Для чего указываешь мне, говорит, на раны, жертвенники, палачей, наказания, мучения от голода, изгнания, бедность, узы и оковы? Все, что хочешь, представь из почитаемого у людей бедствиями, и ты не скажешь ничего такого, что могло бы сравниться с теми наградами, венцами и воздаяниями. То прекращается с настоящей жизнью, а это не имеет конца в беспредельном веке. То проходит как временное, а это пребывает постоянно, как бессмертное. На то же самое указывает он и в другом месте, когда говорит. Ибо ныне легкая печаль посредством количества показывает неважность качества и непродолжительность времени, облегчая бремя. 2 Коринфянам 4, 17. Так как тогдашние обстоятельства были бедственны и тяжки, то продолжительность их он облегчает это бремя и говорит. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. 2 Коринфянам 4, 17. Еще возводя их к мысли о величии тамошних благ, он представляет саму природу, болезнующую и воздыхающую от настоящих бедствий. И сильно желающий благ будущих, как совершенных. И говорит так. Ибо вся тварь совокупности стенает и мучается даже до ныне. Почему она воздыхает? Почему болезнует? Ожидая будущих благ и желая перемены к лучшему. Ибо и сама, говорит тварь, будет освобождена от рабства, тлению, свободу, славы детей божьих. Впрочем, когда ты слышишь, что она воздыхает и болезнует, то не думай, будто она одарена разумом. Но помни свойственные писания и образ речи. Когда Бог через пророков желает возвестить людям что-нибудь великое и приятное, то представляет и самые недушевленные предметы, чувствующими величие совершаемых чудес. Не для того, чтобы мы называли природу чувствующую, но чтобы можно было представить величие чудес посредством случающегося с людьми. Так и мы, когда случится что-нибудь неожиданно, имеем обыкновение говорить, что самый город сетовал, и самый помост был прискорбен. И когда идет речь о людях, страшных, имеющих зверское настроение духа, то также говорят, он колебал самые основания, и самые камни трепетали его. Не потому, чтобы действительно камни трепетали его, но чтобы можно было представить чрезмерность зверского сердца и ярость его. Поэтому и дивный пророк Давид, возвещая благо, дарованное иудеям, и радость их по освобождению из Египта, говорил в Псалом 113, 1-4, «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда взялся святыней его, Израиль владением его, море увидело и побежало, и Ордан обратился назад, горы прыгали как овны и холмы как агнцы». Между тем, нигде никто не слыхал такого события. Правда, море и Ордан возвращались назад по повелению Божию, но горы и холмы не скакали. А только, как я выше сказал, желая представить чрезмерность удовольствия и облегчение от египетского изнурения, даровано им, он говорил, что и самые недушевленные предметы прыгали и скакали при полученных ими благах. Равным образом, когда Бог хочет возвестеть что-нибудь прискорбное, происходящее от наших грехов, то говорит, «Восплачется вино, возрыдает виноград», Исайя 24, 7. И в другом месте, «В пути Сиона рыдают», плач Еремея 1, 4. И даже говорит, что предметы бесчувственные плачут, «Стены через Сиона вы изливаете слезы», плач, 2, 18. Так же говорится, что самая земля иудея сетует и опьянела от скорби, не потому, чтобы стихии чувствовали. Но, как я выше сказал, каждый из пророков хотел через это представить чрезмерность благ, подаваемых нам Богом, и наказаний, посылаемых на нас за наше нечестие. Поэтому блаженный Павел также представляет природу воздыхающую и болезнующую, для того, чтобы по возможности показать величие даров Божьих, ожидающих нас после настоящей жизни. Но все это скажут в надеждах. А человек малодушный и бедствующий, недавно обратившийся от идола служения и не умеющий любомудрствовать о будущем, не очень назидается такими словами, но желает и в настоящее время получить некоторое утешение. Поэтому-то этот мудрый учитель, все знающий, не только утешает будущими благами, но ободряет и настоящими радостями. И, во-первых, он исчисляет дарованные вселенной блага, которые не в надеждах и ожидании, но уже на опыте и действительно получены, которые служат величайшим и яснейшим доказательством и будущих, и ожидаемых благ. И потом, предложив пространную речь о вере и упомянув о праце Аврааме, который, несмотря на природу, отказывавшую ему быть отцом, надеялся, ожидал и веровал, что сделается, потому и сделался отцом. И отсюда, возводя слушателей к тому, что не должно никогда впадать в слабость помыслов, но назидаться и ободряться величием веры и мудрствовать высоко, говорит после того и о величии полученных благ. В чем же это? В том, говорит, что Бог предал за нас неблагодарных, своего Сына Единородного, истинного, возлюбленного, и нас, обремененных бесчисленными грехами и изнуренных таким бременем преступлений, не только избавил от грехов, но и сделал праведными, не заповедав нам ничего трудного, тяжкого или невыносимого, но потребовав от нас только веры, Сделав праведными и святыми, объявил сынами божьими, поставил наследниками царства и сонаследниками единородного, обещал воскресение, не пление тел, жизнь с ангелами, превышающие всякое слово и разумение, пребывание на небесах и собеседование с ним самим, и оттуда уже извил благодать Святого Духа, освободил нас от власти дьявола и избавил нас от бесов. Ослабил грех, уничтожил проклятие, сокрушил врата ада, отверз рай, послал ни ангела и ни архангела, но самого единородного для спасения нашего, как говорит он через пророка, Ни хадатай, ни ангел, но сам Господь спасет нас. Исайя 63, 9. Не блистательные ли это бесчисленных венцов, что мы освящены, оправданы и притом верою и через нешествие с небес единородного Сына Божия для нас, что Отец за нас предал возлюбленного Своего, что мы получили Духа Святого и притом со всей легкостью, что удостоились неизреченной благодати и дара? Итак, сказав это и объяснив все в кратких словах, апостол опять обратил речь к надежде, сказав Римлянам 5, 1, 2. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Таким образом, Он сказал и о совершившемся, и о будущем. То, что мы оправданы, что Сын закон за нас, что через Него мы приведены к Отцу, получили благодать и дар, избавились от грехов, имеем мир с Богом и сделались причастниками Святого Духа, есть уже совершившиеся. А к будущему относится та неизреченная слава, о которой Он и говорит в прибавлении словах. Стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Но так как надежда, как я выше сказал, не очень способна назидать и ободрять малодушного слушателя, то заметь, что Он еще делает, и посмотри на твердость и любомудрый ум Павла. Из того самого, что, по-видимому, печалит, тревожит и смущает слушателя, из этого Он сплетает венцы утешения и хвалы. И счислив все вышесказанное, Он наконец прибавляет. Не о том только я скажу, говорит, о чем сказал, то есть, что мы освящены и оправданы единородным, что получили благодать, мир, дар, отпущение грехов, общение Святого Духа, И при том, со всей легкостью, без трудов и усилий, а одной верою, что Бог послал единородного Сына, и одно уже даровал, а другое обещал, именно славу неизреченную, бессмертие, воскресение тел, жизнь ангельскую, обращение со Христом, пребывание на небесах, потому что все это Он изобразил в словах, и хвалимся упованием славы Божией. Так не о том только он говорит, что было и будет, но и то самое, что между людьми считается прискорбным, именно судилище, заключение, смерть, угрозы, голод, пытки, сковороды, печи, разграбления, войны, осады, сражения, возмущения, состязания. И это Он поставляет число даров и благодеяний, потому что не о том только, что выше сказано, должно радоваться и восхищаться, но и этим нужно хвалиться, как Он говорит, «Ныне радуюсь страдания моих за вас, и восполняя недостаток скорбей Христовых за тело Его» — Холоссянов 1.24. Видишь ли, душу твердую, ум высокий, дух непоколебимый, который восхищается не венцами только, но утешается и подвигами, радуется не наградам только, но восторгается и трудами, веселится не от воздаяний только, но хвалится и самою борьбою. Не говорим не о Царстве Небесном, о тех нетленных венцах, о наградах, но и самое настоящее, исполненное скорби и трудов и великих страданий. Поставь на вид, и я могу доказать, что этим должно хвалиться еще более. Во внешних подвигах борьба доставляет труд, а венцы — удовольствие, но здесь не так. А еще прежде венцов самые подвиги приносят великую радость. Чтобы вы убедились, что это действительно так, вспомните, каждого из святых, из каждого поколения, как говорит апостол, «в пример, злострадание, долготерпение, братья, возьмите пророков, которые говорили именем Господнем» — Яков 5.10. И тот самый апостол, который сегодня предложил нам этот подвиг и составил настоящее духовное зрелище, то есть Павел, «после того, как он исчислил бесчисленные бедствия каждого из святых, которые неудобно пересказывать теперь, прибавляет, прошли в милоте, в козьих кожах лишения, скорби, озлобления, которых недостоин был весь мир, и при всем там радуясь» — Евреям 11.37. То же самое можно видеть и тогда, когда апостолы после заключения в темнице и злословий, получив бичевание, были изгоняемы. В самом деле, что говорится о них? Они же пошли, радуясь от лица собрания, что за имя Христа сподобились принять бесчестье. 155. Представь же, каково было видеть властителя с войсками, изощренными мечами и столь многим оружием, побеждаемого одной девицею. Видишь ли, что и самая скорбь сопровождается величайшей хвалою. Свидетели сказанного — вы сами. В самом деле, тогда как мученики еще не получили воздаяния, ни наград, ни венцов, но разрешились в пыль и прах, мы стекаемся в честь их со всем усердием, составляем духовное зрелище, прославляем их и увенчиваем их за раны и кровь, за пытки и мучения, за их скорби и воздыхание. Так самые скорби сопровождаются хвалою еще прежде воздаяния. Представь, каков был Павел тогда, когда он жил в химницах и был приводим в судилище, как славен, как блистателен и знаменитый являлся он пред всеми, особенно же пред теми, которые нападали и враждовали против него. Но что я говорю? Был славен перед людьми. Если он и для бесов был страшен более тогда, когда был бичуем, когда он находился в узах, когда подвергался кораблекрушениям, тогда и совершал величайшее знамение, тогда особенно и побеждал противные силы. Поэтому, зная хорошо пользу, происходящую для души от этих скорбей, он и говорил, когда я в немощи, тогда я силен и прибывал. «Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях, чтобы обитала во мне сила Христова» 2 Коринфянам 12.10. Поэтому, и говоря к некоторым жившим в Коринфе, он и укоряет тех из них, которые высокомудрствовали о себе, а других осуждали, что, соблюдая характер послания и находясь в необходимости представить нам изображение своих подвигов, составил его ни из знамений, ни из чудес, ни из почестей, ни из удовольствий, но из заключений вузы, судилищ, холода, голода, борьбы, козни, и говорил им так. 2 Коринфянам 11.23. Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз данным мне было по сорока ударов без одного. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в труде и изнурении, часто в бдении. Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Видишь ли, что этим он хвалится гораздо более, нежели восхищается блистательными венцами, и потому говорит, но не только этим, но хвалимся и скорбями. Что же значит не только? Не только, говорит, мы не падаем духом, испытывая скорби и бедствия, но как бы более и более преуспевая в чести и славе, особенно хвалимся среди приключающихся бедствий. Далее, сказав, что от скорбей происходит величайшая слава, хвала и радость. А известно, что слава доставляет и удовольствие, потому что где удовольствие, там, конечно, есть и слава, и где такая слава, там, конечно, есть и удовольствие. Показав, что терпение скорбей сопровождается славою, знаменитостью и радостью, он говорит о другом величайшем их следствии, о некотором величайшем и дивном плоде их. А какой это плод? Посмотрим. Зная, говорит он, что от скорби происходит терпение, а от терпения же искусство, упование, упование же не посрамляет. Зная, что от скорби происходит терпение, риминам 5.3. От этого происходит тот величайший плод, что человек, подвергающийся скорбям, делается более крепким. Как из деревь те, которые стоят на местах тесных и безветренных, бывает, хотят светисты по виду, но изнежены и слабы, и скоро повреждаются от всякого напора ветров. А те, которые стоят на высоких вершинах гор, колеблются многими и великими ветрами, переносят частые перемены воздуха, потрясаются жесточайшими бурями и засыпаются обильным снегом. Бывает крепче всякого железа. Как тела, воспитываемые во многих и различных удовольствиях, украшаемые нежными одеждами, часто омываемые и намащиваемые, и с излишеством изнеживаемые разными родами пищи, делаются совершенно негодными к подвигам благочестия и к трудам, и достойны величайшего наказания. Так точно и души. Те, которые ведут жизнь чуждую бедствием, наслаждаются удовольствиями, приятно занимаются настоящими предметами, и жизнь беспечальными предпочитают терпению скорбей для Царства Небесного. По примеру всех святых, бывают нежнее и слабее всякого воска и готовятся в пищу вечному огню. А те, которые подвергаются опасностям, трудам и бедствиям, скорби ради Бога, и воспитываются в них, бывают крепче самого железа или тверже адаманта, от частого перенесения бедствий, делаясь неодолимыми для нападающих, и приобретая некоторый непобедимый навык к терпению и мужеству. И как те, которые в первый раз вошли в корабль, чувствуют тошноту и головокружение, смущаясь, испытывая неприятное ощущение и подвергаясь умопомрачению. А те, которые часто и долго бывали на морях, плавали по бесчисленным волнам и испытывали частые кораблекрушения, смело решаются на такое путешествие. Так точно и душа, претерпевшая много искушений и подвергающаяся великим скорбям, привыкши к трудам и приобретши навык к терпению, бывает небоязливо, неробко и не смущается приключающимися скорбными обстоятельствами. Но от постоянного упражнения в случайностях и частого испытания разных приключений делается способной переносить с великой легкостью все случающиеся бедствия. Это самое и выражает мудрый устроитель небесной жизни, когда говорит «И не только с ним, но хвалимся и скорбями». Потому что еще прежде царства и небесных венцов мы получаем отсюда величайшую награду, так как от частых скорбей душа наша делается более крепкой, и помыслы становятся более твердыми. Итак, зная все это, возлюбленные, будем мужественно переносить приключающиеся печальные обстоятельства, как происходящее по воле Божией и для нашей пользы. Не будем унывать и падать духом при встрече с искушениями, но стоя со всем мужеством, будем непрестанно благодарить Бога за все оказанные нам благодеяния, чтобы нам и насладиться настоящими благами и удостоиться будущих даров благодатью, щедротами и человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом Животворящим. Слава и держава ныне и пресна, и во веки веков. Аминь.